Подготовка к благотворительному марафону «Ты нам нужен» подходит к концу. Пожертвования в копилку марафона уже начали поступать. Свою готовность помочь больным детям выразили представители бизнес-сообщества. Собирать деньги в торговых центрах города будут также две сотни волонтеров. В основном это школьники и студенты. Многие из ребят уже имеют опыт участия в прошлогодних акциях. Ребята будут стоять у апельсинометров, приветствовать граждан города, рассказывать им о марафоне и предлагать различную сувенирную продукцию, значки, магниты и шоколадки. С напутственными словами к добровольцам обратился глава города Иванова Вячеслав Сверчков. Он пожелал ребятам хорошо потрудиться, ведь каждый рубль, оказавшийся в апельсинометре, может в корне изменить в лучшую сторону чью-то судьбу. Очень важно, что таких людей становится все больше и больше. Даже в социальных сетях мне задают вопросы, как стать волонтером, как помочь. Конечно, приятно, что раньше мы искали волонтеров, сегодня волонтеры ищут нас. Поэтому это принципиальный такой подход. Для нас важно то, что сегодня волонтерское движение становится уже системным, потому что действительно люди хотят не один раз помочь, не два. Они уже в пятый, шестой раз приходят. Во время встречи с добровольцами марафона олимпийские волонтеры Любовь и Леонид Кияшко передали Вячеславу Сверчкову флаг города Иваново и российский триколор из города Сочи. Девушка с прялкой успела побывать на трибунах нескольких олимпийских объектов. Теперь флаг вернулся домой и, скорее всего, займет место в Музее Ивановского спорта. Олимпиада сделала самую большую рекламу волонтерству. Это слово узнали даже те, кто никогда не слышал о добровольцах. Анатолий Логинов, Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.